Соломонова решение И сказала одна женщина О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме И я родила при ней в этом доме На третий день после того, как я родила Родила и эта женщина, и были мы вместе И в доме никого постороннего с нами не было Только мы две были в доме И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его И встала она ночью и взяла сына моего от меня Когда я, раба твоя, спала И положила его к своей груди А своего мертвого сына положила к моей груди Утром я встала, чтобы покормить сына моего И вот, он был мертвый А когда я смотрелась в него утром То это был не мой сын, которого я родила И сказала другая женщина «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь, «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо волновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умиршляйте его». А другая говорила, «Пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите». И отвечал царь и сказал, «Отдайте этой живое дитя и не умиршляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.